добрый день мои дорогие подписчики и гости моего канала друзья сегодня мы будем с вами делать такое вкусное блюдо как свинина фаршированная копченой грудинкой с грибами в качестве свинины у нас будет кусочек карбоната и так для начала грудинку я ее порезал соломкой хотя принципе кому как нравится ну там кубиками там все зависит от вашего вкуса обжариваем грудинку и добавляем грибочки все это хорошо перемешиваем накрываем крышкой и теперь нам надо из грибов выпарить воду у нас жидкость уже выходит испаряется жидкость мы выпарили добавляем чуть-чуть маслица специи и слегка обжариваем степень обжарки каждый для себя определяется по вкусу все это мы обжарили и убираем в сторонку чтобы она остыла что горячая но нам не нужно так теперь приступаем к разделке карбоната я чтобы он хорошо разделывался был удобнее его лучше полчасика там часика подморозить морозильной камере чтобы он легче и резаться будет и с ним более удобно будет работать и нам надо его разделать так друзья как вот крабовую палочку если мы вот разделываем только здесь мы грубо говоря не разделаем а здесь разрезаем нам нужно получить такой пласт ну кто крабовые палочки разделывал тот меня поймет нож должен быть конечно острый позаботьтесь об этом там если не острый подточить и тупым ножом здесь не получится и вот так по чуть-чуть разрезаем если там где-то дырочка там чуть-чуть ошибки ничего страшного в процессе когда мы будем его заворачивать он потом запечется и видно там ничего не будет в общем ничего страшного как говорится дырка ничего страшного он потом прижмется и зажарится вот такой скажем так пласт мы получили ну он красавчик мяско аж светится так друзья выкладываем карбонат на пергамент либо можно на пленку пищевую либо есть такие специальные коврики это нам почему надо для последующего заворачивания сворачивание рулет чтобы было удобней поэтому у кого что есть солим по вкусу специи опять же тоже свои любимые по вкусу кому какие нравятся равномерно все это распределяем и выкладываем наши грибы с копченой грудинкой и все это равномерно распределяем по всему периметру и теперь при помощи пергамента сворачиваем все это в рулетик пергамент аккуратненько вытаскиваем он нам больше не нужен друзья и при помощи там у кого есть там жгут там веревочки у меня просто закончился жгут поэтому я нитки два слоя сложил и вот так как сказать по рабоче-крестьянски и удобно очень поддевать под низ по столу провел довел до того места где надо и связал порвалась небольшая авария все и теперь вот эти лишние сын так лантухи которые болтаются отрезаем вот такой красавчик у нас готов для запекания выкладываем на фольгу и будем запекать примерно 80 90 минут при температуре 200 градусов опять же друзья смотрите по своей духовке и за 10-15 минут до окончания готовки мы сверху фольгу одним раскрываем чтобы покрылся корочка опять же смотрите кто кому как нравится я люблю как обычно говорю зажаристую вот нас прошло полтора часа он такой красавчик у нас получился снимаем нитки и нарезаем ароматный конечно бомбезы друзья можно еще было чеснок положить ну я не стал как мои не очень чеснок как бы поэтому чеснок и ложить не стал хотя и себе для себя готовил я бы чесночок положил для аромата вот такой красавчик у нас в разрезе немножко он распался вкус от этого его не изменился и в качестве гарнира сегодня мы картошечку такую жареную дольками ну и под такую вкусняшку 50 капель нигде вот такое с грибочками бекончиком и специями друзья ваша здоровьичка друзья благодарю всех за просмотр подписывайтесь комментируйте ставьте лайки и дизлайки я это все приветствую и до новых встреч пока пока